Это непроветриваемые помещения, которые даже не помещения, а либо железные автобусы, либо бараки, которые нагреваются, соответственно, животные там, можно сказать, что плавятся. Уход за ними, вероятно, осуществляется, но не чаще, чем раз в день, и весьма поверхностный, потому что запах тут на старинке стоит невыносимый. А какой дом? Дом 4. Пожить? Он мне нравится. Мишка очень классная. Животное продолжало работать еще два года назад, то есть до 35 лет. Участвовала в олимпиаде, снималась в фильмах, развлекала людей. То есть они колесили по всей стране на этом же самом автобусе. В той же самой клетке она постоянно и посидела. Заканчиваются гастроли у нас. Все животные грузятся и переезжают в сыр. Если, предположим, ну отпуск, они также, вот предположим, никуда бы сейчас они не ехали, они бы остались в цирке здесь, они также получали бы довольствие. Остается служащий по уходу за животными, который постоянно их покормил в 9 или 8, он уже здесь. Есть еще ночной служащий, который постоянно присутствует, чтобы ничего не произошло с животными. Дети не видят за кулисами. Дети видят только животных, которые выполняют фантастические трюки. Поэтому дети не видят того, что происходит за кулисами. Поэтому для детей это не трагедия, это, наверное, трагедия взрослых. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Продолжение следует...